приступаем к выполнению нашего джемпера джемпер будет состоять из двух частей сегодня мы с вами свяжем достаточно необычный джемпер который будем вязать поперек начинаем с планочки резиночки на двух фантурах набор петель с 11 иглы по 39 выполняем заработок навешиваем гребенку вязание у нас начинается не как обычно по центру а со смещением гребенку навешиваем таким образом чтобы центр ее пришелся на середину набора выполняем один круговой ряд устанавливаем плотность для вязания резинки я буду выполнять резинку на плотности 4 4 и провяжем небольшую совсем резинку у меня установлен четырехцветник я буду вязать полосатенький вот такой джемпер вы можете вязать однотонно можете связать вместе со мной полосатый провязываем короткую резинку 10 рядов будет вполне достаточно итак 10 рядов провязано переносим петли с нижней игольницы на верхнюю для тех из вас захочет как и я связать полосатый джемпер и воспользоваться четырехцветником посмотрите как работает с однофонтурным четырехцветником на моем канале ну а мы с вами переносим петли очень удобно это сделать с помощью краба опускаем игольницу меняем плечо каретки на плечо для использования четырехцветника расчет на плотность 9 счетчики рядов сбрасываем на ноль вязать будем меняя каждые два ряда цвет в четырехцветники не забудьте убрать лишние грузы на счетчике седьмой ряд мы с вами меняем цвет а сейчас начнем прибавлять наши петли для рукавов вяжем в поперечном направлении с левой стороны действие зеркально повторяем провязываем 2 ряда пряжей белого цвета на счетчике 9 ряд и мы с вами снова прибавляем по 1 петле слева и справа провязываем 2 ряда пряжи красного цвета провязываем 12 ряд справа в двенадцатом ряду с правой стороны набираем методом обвива 6 петель с левой стороны если вы как и я используйте четырехцветник также добираем методом обвива 6 петель пряжи красного цвета с левой стороны в работе 47 игл если вы как и я используете четырехцветник вывиньте иглы в переднее положение итак с правой стороны в работе у нас 19 игл с левой стороны в работе 47 игл следующие 12 рядов вяжем прямо в двадцать шестой ряд на наших счетчиках мы с вами с правой стороны начинаем закрывать петли до четвертой иглы слева от 0 оставляем в работе с левой стороны справа четвертую иглу слева от 0 снимаем гребенку чтобы она не мешала вашей работе перевешиваем грузы крабики двадцать шестой ряд на счетчиках с правой стороны в работе 4 иглы тридцатый ряд на наших счетчиках с правой стороны вводим работу петли до 47 набираем эти петли методом обвива провязываем тридцать первый ряд меняем нить и переходим на частичное вязание с правой стороны в переднее нерабочее положение выводим иглы оставив в работе первую иглу от нуля провязываем ряд пряжей белого цвета для тех кто вяжет вместе со мной полосами иглу номер два вводим в рабочее положение иглу номер один в положение д тридцать третий ряд на счетчике с правой стороны вводим в работу еще четыре иглы в работе справа шесть игл либо выполняем обвив либо выдвигаем в рабочее положение одну иглу провязываем ряд справа налево с правой стороны вводим в работу еще четыре иглы выполняем обвив для того чтобы петли точно хорошо провязывались вводим иглы рядом с нерабочими в положение д меняем цвет а с правой стороны выводим в рабочее положение еще пять игл тридцать седьмой ряд на счетчике в работе справа 15 игл с правой стороны вводим в работу еще четыре иглы тридцать девятый ряд на счетчике 19 игл в работе справа двадцать три иглы тридцать девятый ряд на счетчике тридцать девятый ряд на счетчике в справа вводим в работу еще четыре иглы в работе справа двадцать три иглы сорок третий ряд на счетчике в работе справа двадцать семь игл после того как мы с вами ввели в работу четыре иглы сорок пятый ряд на счетчике правой стороны вводим в работу одну иглу сорок седьмой ряд на счетчике справа вводим в работу две иглы не забываем выполнять обвив и желательно рядом с иглами в нерабочем положении выдвигать иглы в положение D потому что при использовании плеча к четырехцветнику однофонтурного иглы рядом с частичным вязанием могут сбрасываться провязываться они не очень удобно поэтому если у вас недостаточно опыта по работе с четырехцветником лучше провяжите этот джемпер просто в одном цвете для начала глади сорок девятый ряд на счетчике вводим в работу справа еще две иглы выполняем обвив возвращаем каретку не забывайте при этом если вы используете все-таки четырехцветник менять цвета с правой стороны вводим в работу еще две иглы провязываем ряд слева направо выполняем обвив 53 ряд на счетчике еще две иглы вводим работу на счетчике 55 ряд с правой стороны вводим работу еще две иглы провязываем ряд слева направо выполняем обвив и здесь можно для нашего удобства использовать еще один груз каретку возвращаем 57 ряд на счетчике 39 иглу вводим рабочее положение провязываем ряд слева направо выполняем обвив каретку возвращаем 59 ряд на счетчике 40 иглу вводим работу провязываем ряд слева направо выполняем обвив провязываем ряд справа налево с левой стороны для линии горловины закрываем 6 петель при этом пока закрываем для того чтобы нам перевести пряжу красного цвета поближе к началу работы мы ее переплетаем с пряжей белого цвета переплетаем ее таким образом чтобы тем не менее она не была запутана так мы закрыли с вами эти петли и пряжа красного цвета у нас тоже находится возле рабочей иглы с правой стороны вводим в работу 41 иглу провязываем ряд пряжи красного цвета на счетчике 62 ряд с правой стороны выполняем обвив с левой же стороны вместе с пряжей белого цвета перемещаем одну петлю каретку возвращаем справа налево с левой стороны пряжей белого цвета закрываем 2 петли с правой стороны 42 иглу вводим в рабочее положение провязываем ряд слева направо выполняем обвив с левой стороны закрываем одну петлю с левой стороны мы выполняем вырез горловины с правой стороны вводим в работу 43 иглу с левой стороны просто закрываем одну петлю в работе слева 35 игл с правой стороны 44 иглу с левой стороны закрываем одну петлю для горловины в работе слева 35 игл с правой стороны 44 иглу вводим в рабочее положение вводим в рабочее положение провязываем ряд слева направо выполняем обвив шестьдесят девятый ряд на счетчике с правой стороны вводим в работу 45 иглу провязываем ряд красного цвета выполняем обвив с левой стороны закрываем одну петлю с левой стороны закрываем одну петлю в работе слева 34 иглы с левой стороны закрываем одну петлю с левой стороны закрываем одну петлю для выреза горловины с правой стороны последнюю 47 иглу вводим в рабочее положение на счетчике 75 ряд с левой стороны одну петлю для горловины закрываем провязываем два ряда пряжи белого цвета 77 ряд на счетчике с левой стороны закрываем одну петлю в работе слева 30 игл провязываем два ряда пряжи красного цвета 80 ряд на наших счетчиках с левой стороны закрываем одну петлю в работе слева 29 игл 80 ряд на наших счетчиках с левой стороны закрываем одну петлю в работе слева 28 игл на счетчике 95 ряд с левой стороны для выреза горловины закрываем последнюю петлю 27 игл в работе слева 47 игл в работе справа 95 ряд на наших счетчиках в сотом ряду начинаем прибавлять петли для линии горловины прибавлять петли будем путем дакировки двух краевых петель и прибавки одной петли из полупетли не излежащего ряда 105 ряд на счетчике с левой стороны выполняем прибавку одной петли и того в работе слева 29 игл справа в работе по-прежнему 47 игл 109 ряд на счетчике с левой стороны по линии горловины выполняем прибавку одной петли 114 ряд провязываем ряд справа налево в работе слева 32 иглы провязываем два ряда пряжи белого цвета с левой стороны выполняем прибавку еще одной петли в работе слева 33 иглы провязываем два ряда с левой стороны в 119 ряду вводим в работу еще одну петлю выполняем обвив провязываем два ряда 121 ряд на счетчике с левой стороны выполняем прибавку одной петли провязываем провязываем два ряда 123 ряд на счетчике с правой стороны в передней нерабучей положении переводим переводим 4 иглы с левой стороны выполняем прибавку одной петли провязываем ряд слева направо методом обвив выполняем обвив и каретку возвращаем на счетчике 125 ряд с левой стороны выполняем прибавку петель методом обвива до 47 с седьмой с правой стороны вводим одну иглу в переднее нерабучее положение не забыв при этом ввести с левой стороны иглу в положение D провязываем ряд слева направо выполняем обвив с левой стороны все иглы в работе с правой стороны выполнили обвив с правой стороны провязываем ряд справа налево с правой стороны одну иглу переводим в переднее нерабочее положение с левой стороны только введенные в работу иглы если используем четырехцветник выдвигаем в положение D провязываем ряд слева направо выполняем обвив иглы в положение D перевешиваем груз ровно для удобства с левой стороны возвращаем 129 ряд на счетчике с правой стороны одну иглу переводим в переднее нерабочее положение провязываем ряд слева направо выполняем обвив и вяжем возвращаем и по ряду с левой стороны вводим в работу одну иглу 130 ряд на счетчике в работе справа 39 игл провязываем ряд слева направо выполняем обвив провязываем ряд слева направо 131 ряд на счетчике 39 иглу вводим в рабочее положение провязываем ряд пряжи красного цвета выполняем обвив иглы рядом с иглами в нерабочем положении выдвигаем в положение д провязываем ряд с правой стороны 38 иглу переводим в переднее нерабочее положение 133 ряд на счетчике выполняем обвив каретку возвращаем 134 ряд на счетчике 37 иглу переводим в переднее нерабочее положение провязываем ряд слева направо выполняем обвив возвращаем каретку с правой стороны 136 ряд на счетчике 36 иглу переводим в переднее нерабочее положение провязываем ряд слева направо каретку возвращаем правой стороны 35 иглу переводим в переднее нерабочее положение 34 в положении д провязываем ряд слева направо на счетчике 34 ряд на счетчике 34 иглу переводим в переднее нерабочее положение провязываем ряд слева направо выполняем обвив возвращаем каретку 142 ряд на счетчике 33 иглу переводим в переднее нерабочее положение в работе справа 32 иглы 142 ряд на счетчике провязываем ряд выполняем обвив возвращаем каретку 144 ряд на счетчике справа выводим из работы две иглы в работе справа 30 игл на счетчике 149 ряд с правой стороны переводим в переднее нерабочее положение 4 иглы провязываем ряд слева направо выполняем обвив 151 ряд на счетчике с правой стороны 5 игл переводим в переднее нерабочее положение в переднее нерабочее положение провязываем один ряд выполняем обвив возвращаем каретку 153 ряд на счетчике с правой стороны вводим в выводим из работы иглы до 15 в работе слева справа 15 игла провязываем ряд выполняем обвив возвращаем каретку 155 ряд на счетчике с правой стороны вводим в переднее нерабочее положение 5 игл в работе справа 10 игл провязываем ряд слева направо выполняем обвив возвращаем каретку возвращаем каретку 157 ряд на счетчике еще 4 иглы переводим в переднее нерабочее положение провязываем ряд слева направо выполняем обвив возвращаем каретку с правой стороны переводим в переднее нерабочее положение еще пять игл в работе справа первая игла справа от 0 159 ряд на счетчике провязываем ряд слева направо провязываем ряд слева направо выполняем обвив с правой стороны каретку возвращаем отключите рычаги частичного переплетения провяжите ряд слева направо с правой стороны закрываем петли оставив в работе слева четвертую иглу от 0 слева остальные петли просто закрываем все эти петли образуют полукруг поэтому не стягиваем их закрываем их свободно и и и и и и и и и стороны вышедшие из работы иглы убираем 163 ряд на щечки пряжи белого цвета провязываем ряд слева направо и с правой стороны набираем петли методом обвива пряжей белого цвета до 19 так как я работаю с плечом четырехцветника я выдвигаю его в переднее положение провязываем ряд слева направо переключаем цвет 167 ряд на щечки теперь мы уже можем навесить груз провязываем еще два ряда таким образом меняя цвета вяжем до 176 ряда в 176 ряду если вы вместе со мной вязали пряжи двух цветов из четырехцветника слева и справа закрываем по четыре петли слева пряжи красного цвета ну условно вы понимаете что условно красного может быть вы вязали зеленого с правой стороны пряжи белого цвета если вы вязали однотонна то в начале закройте петли естественно справа и потом перейдем на закрытие петель слева провязываем ряд 177 ряд на щечки с обеих сторон закрываем по одной петле слева и справа 177 ряд на щечки в работе справа 14 игл в работе слева 42 иглы провязываем еще два ряда справа и слева закрываем по одной петле 181 ряд на щечки справа и слева закрываем по одной петле в итоге слева 40 игл в работе справа 12 на щечки 184 ряд закрываем по одной петле слева и справа закрываем по einer горе закрываем нитики закрываем по другой закрываем специально закрываем пет либо закрываем петли закрываем по своей машине acá и food 192 ряд на счетчике. Мы с вами закончили фактически нашу деталь. Итак, вот наша деталь в развернутом виде. Вот наш вырез горловины. Вы его видите перед собой. А вот это наши рукавчики для передних лапок. Вот это у нас прямая часть грудки животного. И соединяться она будет вот таким образом. Сейчас нам с вами остается довязать второй манжет для лапки. Освобождаем белую пряжу из плеча каретки. Навешиваем двухконтурное плечо. Заводим пряжу в четырехцветник и берем грузы, которые удобно расположить для провязывания этой детали. Так, на счетчике 192 ряда. Мы с вами подняли игольницу. Выполнили разбор игл под резинку один на один. Перешли снова на плотность 4,4. И провяжем 10 рядов резинкой на плотности 4,4. Провязав 10 рядов на плотности 4,4 резинки, остается закрыть петли манжета. Выполнить мы можем опять же это с помощью все того же краба. Кстати, для тех из вас, у кого есть на машину Брайзер и на машину Сильвер, четырехцветник, вы его еще не использовали. Вот такие вот небольшие изделия как раз помогут вам его и освоить. Выполните сдвиг игольницы в положении H. Доберите иглы нижней игольницы, провяжите ряд справа налево, опустите нижнюю игольницу, полотно опустите, поближе к иглам нижней игольницы, закройте петли с помощью петли уловителя. Продолжение следует... Полотно снимаем с игл машины. Разверните деталь, навесьте петли горловины на иглы машины, установите плотность 9, пряжей белого цвета провязываем один ряд справа налево, навесьте грузы, после того как провязали один ряд, выполним распределение петель. Под горловину. Игольница в положении П. Выполняем разбор игл под резинку 1х1. Мне хочется выполнить ворот с подворотом. Поэтому вниз навешиваем грузы для двухфонтурного вязания резинки. У кого нет двухфонтурной машины, резинку можно выполнить ручной декировкой, ложной резинкой, либо просто планкой. Но кому хочется, вполне можно выполнить ворот на спицах или крючком. Счетчик рядов на 0. Начинаем вязание резинки с плотности 7,5. Провязываем 2 ряда, уменьшаем плотность на одно значение. Провязываем еще 2 ряда, уменьшаем плотность на одно значение. Провязываем 2 ряда, уменьшаем плотность на одно значение. 2 ряда, уменьшаем плотность на одно значение. Еще 2 ряда и уменьшаем плотность на одно значение. Таким образом провязываем 18 рядов. Выполняем ряд сгиба. Ряд сгиба предлагаю выполнить на плотности 9,7. Провязываем 1 ряд слева направо. Возвращаемся к плотности, на которой закончили формирование первой части горловины. И вяжем в обратном порядке. Провязываем 2 ряда. Плотность увеличиваем на одно значение. Провязываем 2 ряда, плотность увеличиваем на одно значение. Два ряда и плотность увеличиваем на одно значение. Итак, на счетчике 37 рядов. Переносим петли с нижней игольницы на верхнюю. Положение игольниц H. Доставляем иглы нижней игольницы. Прибавляем 2 значения плотности по нижней каретке для того, чтобы получить свободный край. Провязываем ряд справа налево. Игольницу опускаем. Петли закрываем. Снимаем получившуюся деталь с игломашины. И вот уже наш будущий джемпер нашего питомца вырисовывается. Вот наша горловинка. Вот так она красиво выглядит. И нашему питомцу будет и тепло, и уютно. Соедините в начале лапки полностью обе лапки до груди. После того, как лапки соедините, соедините и шов по горловине. И приступим к выполнению еще двух деталей нашего джемпера. Соедините горловину и соедините швы по груди и по лапкам. После того, как вы соединили рукавчики, отгладьте швы. После соединения рукавчиков у вас должен был остаться вот такой вот небольшой фрагмент, кусочек. Выполните продольный шов, сложив горловину и выполнив. Теперь шов включая. И вот эти вот, помните, мы три сантиметра оставляли. Это те самые три сантиметра расстояния между лапками. Выполните этот шов. Вот от горловины, шов груди и вот эти три сантиметра между лапками. Выполнить это соединение можно как ручную, так и при помощи кетельной машины. Если мы собираемся выполнять это при помощи кетельной машины, очень тонко в крае навешиваем краевую петлю на иглу кетеля, лицевой стороной вовнутрь. Использовать будем оставшиеся нити от детали. При навешивании второй части следите за тем, чтобы полосочки совпали. навешиваем аккуратно край, чтобы не получить толстых швов толстых соединений. И теперь нам с вами остается заправить рабочий конец нити оставшейся от линии горловины в иглу кетельной машины. Подвести к игле рабочую зону и можем, удерживая кетель от руки, начинать шить. Удерживая натяжение. Здесь мы с вами видим еще один конец нити, с которой мы начинали вязание горловины. А тем временем нить, которая находится заправленной в кетеле, уже заканчивается. И мы с вами можем сделать следующее. Взять конец нити от начала горловины, перевести его за иглу кетеля и заправить также в иглу кетеля. Сейчас в игле кетеле находятся две нити, для чего короткий конец нити убираем из иглы. Вторая нить уже закрепилась и ввелась в работу. Продолжаем шить, используя длинный конец нити. И вот мы с вами видим, что еще один конец нити подходит к концу. Но тут приходит на помощь еще один конец нити, который остался от сшивания рукавов. Узлы через иглу кетеля не проходят, но зато замечательно. Можно использовать все нити, которые у вас остались в процессе работы. И вам потом не придется тратить время на то, чтобы их прятать. Их можно будет просто срезать. И еще один конец нити у меня тут остался после сборки второго рукавчика. Закрепили. И заканчиваем работу. Сбрасываем петлю. И мы получили идеальное соединение наших полосочек. Так нам осталось совсем немного. Связать деталь для животика и связать резинку, которая будет украшать и удерживать край нашего изделия. Но сейчас у нас с вами получилась готовая попона. Которую уже может носить ваш питомец. Давайте позовем лайки и посмотрим, как это будет выглядеть. Мы можем выполнить первую примерку на нашем питомце. И как я говорила, для тех, кто не захочет вязать животик, это можно использовать как попону. Выполняем нашу первую примерочку. Надеваем на горлышко. Одеваем наши рукавчики. Спасибо, Лаки. Лаки любит одеваться, поэтому он сразу уже знает, что нужно подавать лапки. И сейчас мы можем с вами уже посмотреть, как смотрится наше свитерок. Наша пока это попона на Лаки. Лаки, повернись, пожалуйста, боком. Вот вы видите, у Лаки прикрыты хорошо лапочки, ему комфортно двигаться. Попона хорошо прикрывает верх животного. И, в общем-то, для тех, кто не хочет вязать часть животика, можно оставить и так. Края попоны можно обвязать крючком или выполнить, опять же, отделку пряжей белого цвета по окружности. Лаки, сидеть, солнышко. Молодец, Лаки. Давай покажем, как наша красивая попона выглядит спереди. Садись, малыш. Вот так она выглядит спереди. Вот наше расстояние между лапками. Малышу свободно в ней, комфортно и тепло. И, кроме того, хочу обратить ваше внимание на то, как лежит горловинка у Лаки. Посмотрите, пожалуйста, как она лежит по боку, по спинке. Горловинка спокойно, свободно облегает шею собаки. Ему комфортно и он не будет ронять свою одежду. Я думаю, что многие сталкивались с тем, что, когда слишком широкая горловина, животное теряет свою одежду. Ну, для тех, кто считает, что попоны вполне достаточно, оформите край изделия. Ну, а те, кто вместе со мной хочет связать еще и деталь животика, давайте приступим к выполнению детали животика. Субтитры сделал DimaTorzok